Приветствую вас. Данное понятие является формой житейского выражения термина интуиция. Интуиция в узком мысли это принятие счастья за целое. То есть, происходит это примерно так. Значит, когда мы видим какую-то картину, но не полностью, а видим лишь ее часть, то мы автоматически воссоздаем недостающие элементы, которые находятся у нас в сознании. Воображение. И действуем так, как будто бы мы видим всю картину. Соответственно, всегда существует риск того, что действуя по интуиции можно ошибиться. Потому что та часть, которую мы не видим, и которую мы всего лишь представляем, может быть другой, может выглядеть иначе, и поэтому существует риск. Соответственно, нужно уметь оценивать ситуацию, вести некий отсчет своим переживаниям, своим ощущениям. И если вам кажется, что вот что-то сделать правильно, но вы не можете объяснить, почему это и есть интуиция. Соответственно, от вас зависит. Делать такой поступок, основанный на счастье, а не на целом или нет, это целиком и полностью ваш выбор. Стоит отметить, что человек на протяжении своей жизни действует по интуиции в широком смысле, так или иначе, но в разной степени. Потому что говорить о целой картине, наверное, нельзя. Человек больше практически никогда, делая выбор, не видит целую картину. Он может лишь предполагать некоторые последствия, некоторые аспекты, некоторые моменты. И последствия его выбора, собственно говоря, и показывают, насколько верно его представление о других элементах, которые он не видел. Соответственно, интуиция является такой же способностью, как и любая другая. Ее можно нарабатывать, то есть путем проб ошибок, учиться прислушиваться именно к тому виду интуиции, которые основаны на реальных каких-то моментах, а не на слишком уж воображаемых. К чему можно учиться только лишь следуя ей, но при этом не забывая о том, что это всегда риск, это всегда возможность ошибиться. Вместе с тем, противоположность, то есть стремление всегда к наиболее полной информации грозит излишней пассивностью, излишней холодностью, жесткостью и скудностью поступков. Поэтому, что делать, решать вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.